Пчёлы очень любят делать шестиугольные соты. Если кто-то из вас видел, как мёд хранится, там шестиугольные. А, кстати, все знают почему? Почему сота шестиугольная? Больше вмещается... Что такое больше вмещается? Нет, они могли бы просто мёд кладить большой кучей и всё. Зачем им вообще соты? Знаете? Да, значит, прочно. Так если они просто наложат кучу мёда, будет вообще проще. Будет просто лежать... Что они для лечить? А еще место кладут? Нет, что такое место? А зачем им вообще соты? Зачем же эти перегородки... А почему нельзя просто наложить его кучу? А потому что, ну, видишь, мёд, там лечим мёд, как кладут. Правильно, ребята. Они же вообще-то мёд кладут не просто для баловства, не для вас. Они же там выращивают своих детей. Понятно, да? Каждая ячеечка — это место, где живет один ребёночек. Вот. Замечательно. Шестиугольные действительно очень выгодны по отношению количества воска к количеству мёда. Хорошо. Ну и зачем нам эти шестиугольники? Пожалуйста, я вам нарисую много шестиугольников. Кстати, здесь можно будет вот прямо сравнанная картинка. Смотрите. Вот один шестиугольник, вот другой шестиугольник, вот третий шестиугольник. А зачем они нам нужны? Так, я боюсь, что это всё-таки не очень понятно, поэтому нарисую шестиугольники я здесь. Итак, вся плоскость может быть разбита на конкурентные шестиугольники. Все одинаковые. Как из этой системы шестиугольных сот получить треугольники, чтобы они все были направлены носом вниз, и чтобы они занимали примерно две трети, две трети, ребята, на самом деле можно... Пожалуйста, нарисуйте сами, может, если кто-то из вас догадается. А для этого, чтобы треугольник были односторонним? Конечно. Значит, неинтересно. Они все равносторонними. Нарисуйте, доказайтесь, откуда возникнут эти довольно большие по размеру равносторонние и пересекающиеся треугольники. Нарисуйте эти самые соты. Казалось бы, внутрь соты ничего особенного большого ты не засунешь. Здесь они не должны быть разносот. Веритки. Что? Веритки должны быть разносот. Ну, вообще, сота состоит из шести равносторонних и больших треугольников. Надо суметь, чтобы было две трети. Четыре из них использовать. Интересно как? Если каждый треугольник пытаться поместить внутрь соты, он там будет составлять слишком маленькую часть площади. Нет? Надо как-то хитрее. Ребята, посмотрите. Если вы размещаете треугольник вот так, берете середину этих трех туров, то он какой-то уж очень маленький в облощении. То есть он, конечно, не маленький, не серьезно маленький. А можно мы вкладывать треугольники в треугольник? Нельзя. Они могут иметь одну точку, могут иметь отрезок в общем, но... Да нет, даже в общем отрезок не могут, потому что они уже ориентированы так, чтобы получиться. Нет, максимум одну точку. А может быть один треугольник в двух сотах? Вот, вот эта идея. Надо, чтобы треугольник залезал в соседнюю сотку, но залезал так, чтобы не помешать тому, который там. Сможете? Ребята, надо одновременно из всех шестиугольников вырезать вот такой вот треугольник. Пожалуйста, у себя на картинке нарисуйте вот так. Везде. Вам стало понять или нет? Да. Вот он туда вот пошел, и отсюда то же самое. И отсюда пошел туда. Догадайтесь, что я теперь сделаю. Вот здесь приведутся. И это уже треугольник. Давайте посмотрим, из чего он состоит. Он состоит из того треугольника и вот этих трех. Смотрите, внимание. Один, два, три, четыре. Четыре из шести треугольников. И так мы делаем везде. Я очень прошу вас, действительно, обратно у себя в тетради, это нарисовать. Посмотрите, как выглядят эти треугольники. Они действительно занимают две трети площади. Но не совсем две трети будет на той картинке. Почему? Потому что, когда вы берете соты, то, конечно, внизу, например, когда у нас есть треугольник, так сделано уже не получится. Потому что, когда он сюда уйдет, и вот такой вот треугольник мы вынуждены его отбросить, потому что он пришел с предела картинка. Но, понимаете, если у нас вот этот отрезочек очень маленький, скажем, как это миллиардная часть от всей стороны, то вот такой вот внизу эффект будет не таким важным. То же самое, конечно, здесь сбоку у нас будут какие-то пустые места, да, когда у нас это разбито на праздничные треугольники, то здесь возникают такие пустоты. Ну и не так важно. И все эти краевые вот эффекты очень маленькие. при стремлении стороны маленького треугольника к нулю, это будет все меньше и меньше и меньшую долю занимать. Таким образом, почти две трети, ну то есть меньше, чем две трети, но число, стремящееся к двум третьим при стремлении стороны маленького треугольника к нулю, мы сумели покрыть. По-моему, это совершенно замечательно. Ответ две трети был изначально совершенно не очевиден. Вот оказывается, что бывает две трети. А теперь давайте докажем, что на самом деле всегда меньше, чем две трети. То есть все-таки две трети не бывает и больше, чем две трети тоже не бывает. Потому что сбоку иногда не полностью покрывают треугольник. Конечно, не решение. Это не решение потому, что я вам предложил некоторую картинку, некоторую конструкцию, совершенно не доказал, что она самая лучшая. Поэтому то, что на оказывается, всегда меньше чем две трети отношения еще не означает что всегда ведь помните конструкция с которой она давала меньше чем одну вторую и там тоже казалось что это самое лучше а вот оказалось что нет они самые здесь можно представить что кто-то придумает еще лучше на самом деле когда есть вот эти вот треугольники у каждого из них я отрежу нижнюю четверть и поставлю ее вот сюда пожалуйста у себя сделайте так и пририсовываем то что отрезали то же самое делим пририсовываем отрезаем получается такой человек так вот заявление на самом деле можно превратить это шестиугольник соответственно будут шестиугольники не пересекающиеся в каждом шестиугольнике занято две трети ну в принципе между этим шестиугольником какое-то свободное пространство есть так давайте только обсудим а почему же эти штуки действительно будут не пересекаться ребята смотрите когда у нас были треугольники носа вниз вот здесь один треугольник носа вниз давайте поймем как по отношению к нему могут располагаться другие могут быть здесь треугольник носа вниз тоже пожалуйста но очень важно вот здесь 60 градусов и здесь тоже 60 градусов может быть может быть если продолжить у нас на самом деле здесь такая вот зона где такие треугольники бывают вот если с этой стороны касаешься пожалуйста вот так может быть а внутри вот этой вот зоны внутресиметричного треугольника таким образом забраться не так но могло быть вот что не не с этого бога подходить а вот стоять треугольник такого же размера утыкаясь ногой горизонтальную сторону пожалуйста вершина лежит на горизонтальной стороне но ребята вы же помните что мы одновременно у нас у всех треугольников провели средние линии и поэтому вот этот треугольник мы убрали наверх сюда а этот поставили в середину ну замечательно значит мы его поставили ровно вот на этот уровень и все мы его поставили на место откуда убрали тут и поэтому пересечения не будет если бы эту операцию делали по очереди были бы проблемы но поскольку одновременно мы везде отрезали нижние четвертушки и поставили их наверх то пересечения не будет